В пандемию мы еще раз поняли, насколько важен труд медиков. В борьбе с коронавирусом они на передовой. Спасают других, рискуют собственным здоровьем. Нередко болеют сами. Сегодня речь пойдет о медиках, которые заразились новым типом вируса. Успешно его победили и снова вернулись к любимой работе. Сейчас Мария Щур чувствует себя хорошо и уже вышла на работу. А чуть больше месяца назад ее с ног валила нестерпимая усталость. Слабость женщина приписывала переутомлению. Но очередной тест ПЦР, который делали медработникам, показал ковид-19. А дальше Слободзейский госпиталь, компьютерная томография, пневмония. 16% поражение легких. Конечно, я была в шоке. Температуры так и не было до конца лечения ни разу в ковидном центре. То есть протекает своеобразно, у каждого по-разному. Если бы не делали КТ, я не знаю, какой бы исход был. То есть кашель появился только лишь на четвертый день. Не только такой легкий, отхаркивающий, непонятный даже. Вместе с Марией Щур в Слободзейский госпиталь тогда поступили еще несколько медработников 4-й бендерской поликлиники. Всего там заболели 11 медиков. У Веры Македонской первый тест ПЦР был отрицательный. Но повторный спустя неделю показал коронавирус. 37,2-37,3. Вот так вечером была температура. Но я это связала, что это погодные условия, что жарко на улице. Я перегрелась. Затем температура упала, она больше не поднималась. Потом через пару дней у меня теряется боняние. И вкус. Все это у меня отсутствовало полностью. Не то, что там ослаблен, а именно полностью отсутствовало. Симптомы разные. Диагноз один. Врачи Слободзейского госпиталя сделали все, чтобы их коллеги как можно быстрее вернулись к нормальной жизни. Несколько недель лечения в стационаре и болезнь отступила. Медсестры поддерживали девочки. Они молодцы. Потому что и не только к медработникам, они ко всем там относятся. Там коллектив хороший. По словам специалистов, далеко не у всех переболевших появляются антитела. Марии щур повезло. Специальный анализ показал, что у нее антитела есть. А это значит, что организм выработал иммунитет к этой коварной болезни. Несмотря на это, Мария все равно строго соблюдает карантинные правила. Носит маску, перчатки, не пренебрегает антисептиками. Медики лучше других знают, насколько личная гигиена важна при эпидемии коронавируса. Много людей переболело. И, конечно, друзья, знакомые, родственники теперь с уверенностью уже, конечно, уже люди перестали сомневаться в этом. И люди поняли о том, что болезнь существует. И она коварная. И я думаю, что не стоит вот так относиться. Это пренебрежительно. Первые симптомы – сразу обращаться за помощью к врачу, а не делать самодеятельность, не заниматься самолечением. Жизнь после коронавируса. Позади остались госпиталь, лечение, карантин. Теперь снова дом, работа, семья. А еще пристальное внимание к собственному здоровью. Ведь после болезни организм нуждается в серьезной реабилитации. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.